Питца церкви впервые Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Ну, на английском это смешной получился фраза Следующий кусочек — это будет мир, но и peace, и peace — это звучит одинаково на английском Следующая долька нашего апельсина — это будет мир, который мы рассмотрим как часть плода Духа Святого Мир — это то, о чем голодает сердце человека Апостол Павел был заперт в тюрьме Когда он был заперт, там он написал Что в тюрьме, в заключении, он написал такие слова о том, что я научился быть довольным в каких-либо обстоятельствах И это очень большой урок Быть довольным в любых абсолютно ситуациях, которые бы вас не окружали Вы должны размышлять об этом, потому что только через Дух Святой вы имеете способность переживать такой мир Мы можем сталкиваться с разными обстоятельствами И от многих обстоятельств мы не особо счастливы Но нам необходимо понимать, что несмотря на какое бы обстоятельство нас не окружало Мы можем переживать Божий мир и Божье удовлетворение, спокойствие во всем, уверенность Павел напоминает нам, что мы также можем иметь Бог's peace, which is far beyond human understanding Павел нам также напоминает о том, что мы можем иметь такой мир, который превышает всякое человеческое понимание И через это послание он объясняет нам, как мы можем иметь в Боге то, что физически, в принципе, мы не можем иметь и обладать Мы все с вами в разные периоды нашей жизни переживаем разные уровни мира, спокойствия Я лично живу в месте, которое очень тихое и спокойное И когда я выхожу и гуляю в лесу, я ощущаю природный такой мир, спокойствие И я знаю, что все мы переживаем разного рода мир в разных ситуациях Но то, о чем здесь говорится в Писании, это то, что превосходит это природное ощущение мира Что мы с вами можем попасть в такие ситуации, когда все кажется валящимся на части Такое ощущение, что вся наша жизнь перевернулась с ног на голову Но мы ощущаем этот мир Это не нормальное состояние Это сверхъестественное состояние Это то, что только Господь может сделать и совершить в наших сердцах И мы с вами можем иметь этот мир Как часть этого плода Духа Святого Как часть одного целого Все эти частички, все эти долечки соединяются вместе, чтобы составить одно целое Как мы смотрели на наш апельсин, что он весь состоит из долек, но он составляет одно целое И когда в нашей жизни все эти части, части дара, части плода Духа Святого станут вместе Это нам поможет быть целостными И я уверен, что когда каждый из нас слышит слово «мир», каждый думает, о, вот мир, это было бы круто И есть что-то естественное в нашем натуральном таком желании мира, спокойствия Наши сердца определенным образом соединяются с Божьим сердцем Для того, чтобы мы могли переживать такой мир И во многих странах, на разных языках, когда вас приветствуют, очень часто это переводится дословно как «пожелание мира» Как, например, в иврите слово «шалом» Или «алоха», которое пришло из Гавайи Очень хорошее место побывать там А также в Баварии, в части Германии, есть такое волшебное слово «хрусхот» Это дословно означает «пусть будет Божий мир на тебе» В Финляндии в церквях приветствуют друг друга со словом «рауха» Это означает то же самое «желаю вам мира, который приходит от Господа» А как насчет наших личных жизней? Вы под стрессом от всех жизненных ситуаций, которые вас окружают? Вы можете иметь Божий мир И многие из вас могут признаться, что да, я живу в определенном стрессе, и мне не хватает этого мира Библия сфокусирована на трех областях мира Первое Личное спокойствие в разуме Номер два Делать все возможное от нас для того, чтобы иметь спокойные взаимоотношения с другими И номер три Мир во всем мире Который покрывает весь мир, захватывает весь мир И первый пункт Настоящее спокойствие в разуме Настоящий мир в разуме Он может появиться от нашего положения на Бога От нашей уверенности Что не важно Иметь уверенность, что не важно, какие обстоятельства вас окружают Вы будете иметь этот мир, Бог даст вам его И это выглядит, кажется, невозможным Мышка стучится к нам в дверь Но с Богом все вещи возможны, все возможны И Марка, седьмая глава Марк, седьмая глава Двадцать седьмой стих говорит нам Простите, это Марка, десятая глава Двадцать седьмой стих Ишуа, возрев на них, говорит Человекам это невозможно Но не Богу, ибо все возможно Господу И мы с вами, к сожалению, живем на такой планете Которая не испытывает много мира Мы живем в устрашающем мире И мы также слышим о том, что у людей часто бывают нервные стрессы и переутомления Что происходит, когда люди попадают в такие ситуации? Они пытаются найти это спокойствие, этот мир в чем-нибудь другом И этим источником может оказаться многие вещи Алкоголь, наркотики Они ищут возможность избежать Перепрыгнуть те сложные обстоятельства, с которыми они сталкиваются К сожалению, все эти источники, они очень временные И они не приносят постоянного успокоения И ожидание мира, получение этого спокойствия в этом мире, оно выглядит безнадежным Но 1 Петра 3, глава 11, стих говорит нам Уклоняйся от зла и делай добро Ищи мира и стремись к нему Это очень интересная концепция Мы должны искать мир Искать это успокойствие Но также здесь написано, что мы должны стремиться к нему Как мы с вами можем это сделать? Ответ мы можем найти в книге, которая наполнена Писаниями, в Библии И в Галатам 3, главе, 15 стих Это не Галатам 3, 15, а Колосянам 3, 15 Давайте посмотрим быстренько этот отрывок Он говорит о том, что мир и спокойствие, которое мы ищем, может прийти через Мессию И также нам здесь говорится, что этот мир Также здесь говорится о том, что этот вид мира и спокойствия будет помогать нам принимать решения, решения сердец наших И все мы сталкиваемся с выбором, который нам необходимо делать в жизни И решения, которые нам надо принимать И очень часто мы думаем, что мы приняли неправильные решения Потому что мы не просим о мире, который был бы подтверждением о том, что мы принимаем правильное решение Я научился в течение всех лет Что если я не ощущаю мира по поводу какой-то ситуации или принятия решения, которые я должен совершить Тогда мне надо быть очень внимательным Другими словами говоря, если я ощущаю хоть какое-либо беспокойство перед принятием решений Я его не приму Я хочу это привести к вам на уровень вашей ежедневной жизни Например, вам надо просто что-то купить И вы начинаете смотреть на вещи, рассматривать их, смотреть, сравнивать цены И часто все сводится к тому О, мне просто надо решить и купить Но позвольте мне кое-что сказать, что вам поможет Когда вы сталкиваетесь с таким решением Даже если это касается простых жизненных вещей Просите Бога дать вам мир в этом вопросе Иногда мы сами по себе просто принимаем решения И мы даже не сознаем, что Господь хочет быть частью и быть вовлеченным в каждую отдельно взятую ситуацию нашей жизни Он хочет принимать участие в вашем принятии решений Чтобы вы в итоге принимали правильные решения Или это касается чего-то маленького, что вам надо приобрести Или, например, такого большого решения, на ком мне жениться Или с кем мне строить мои дружеские взаимоотношения Будет ли у меня мир, если я буду строить отношения с таким человеком? Или есть что-то, что меня беспокоит? Мы должны стремиться к миру, как написано Как мы это должны делать? Через молитву Молиться об этом Молиться Господу, который есть источник мира И книга евреям 13 глава, 20 стих говорит нам Евреям 13, 20 Бог же Шалома Воздвигший из мертвых пастыря овец великого Кровью завета вечного Господа нашего Ишуа, Мессия Возвращаясь к нашему плоду, все эти части, составляющие Мы можем также увидеть, что они являются частью характеристик Божьего характера И вчера мы разбирали плод духа, и мы выяснили, что Господь, Он есть любовь И это часть Его сущности, это часть Его характера И те, которые хотят стать как Он Тогда мы нуждаемся, чтобы это стало частью нашего характера И напоминаем, что плод духа святого — это наш характер, наше поведение и наши отношения Полны ли мы любви? Имеем ли мы мир Божий? И в этом стихе мы видим, что Бог назван Богом Шалома Это Его характер, это часть Его ДНК, это то, кто Он есть И как последователи Ишуа Мы испытываем охрану и защиту от очень многих искушений, ловушек и опасностей Но не всегда И иногда мы все-таки сталкиваемся с сложными ситуациями, опасностями Мы не можем избежать всего Но я думаю, что мы будем крайне удивлены, когда мы попадем на небеса И Бог покажет нам картину от начала до конца всей нашей жизни И покажет, как много раз Он спасал нас и отводил от плохих ситуаций и обстоятельств И есть песня, которую поет евангельский певец Симми Грант Эми Грант И в этой песне поется конкретно об этом Там ангелы, которые наблюдают за мной Вы можете попытаться найти ее на Ютубе Если хотите послушать ее И она перечисляет в этой песне, эта певица о том, что Мы проходим много разных сложных ситуаций, но в итоге ангелы наблюдают за нами Я думаю, что если бы мы видели это своими глазами и понимали это Мы были бы удивлены, как много раз Бог просто защищал нас А в тех нескольких обстоятельствах, которые мы все-таки столкнулись со сложностями Что мы делаем? Мы ноем и жалуемся О, Боже, зачем же ты меня покинул? И на кого ты меня оставил? Да, это правда, да? Но мы на самом деле должны просто воздавать Ему славу за все время, когда Он нас хранит и защищает Я побывал во многих опасных ситуациях Я побывал в Румынии, когда там революция была Я был в какой-то неизвестной стране Тимишуара Простите, это город, видать, в Румынии, где это все началось Там, где пули летали И пару из них попало в автомобиль, в котором я находился в то время Но я был в шаломе Я знал, что я находился в том месте, где Бог хотел меня видеть И верующие часто очень за меня переживают Однажды мы ходили гулять по городу Потому что я хотел увидеть, что происходит, как все выглядит И вдруг какую-то секунду нас окружила огромная толпа людей И это были протестующие И стреляющие И верующие попытались вытащить меня из этой толпы как можно быстрее Поэтому мы не всегда будем в состоянии защищенности Некоторые искушения, ловушки Когда церковь под преследованием Например, находится Это происходит, потому что Мы пытаемся жить Божьей жизнью в Ешуа Мессии И иногда эти вещи случаются Иногда эти вещи случаются в нашей жизни По одной простой причине Что мы пытаемся делать то, что Бог нас призывает делать И я это тоже переживал Что дьявол пытался остановить меня от того, что Господь призывал меня делать Например, последний раз, последняя его попытка Это четыре недели назад я должен был приехать сюда Прямо перед тем, как приехать сюда Я не планировал Одессу посещать Я должен был быть в другом городе И прямо перед приездом сюда, в Украину Я упал на льду В Финляндии Где я живу И сейчас у меня спина, которую сложно назвать сильной Там вещи случаются в жизни И моя спина снова попала под сложную ситуацию И мне было очень крайне сложно ходить И четыре недели назад, когда я приехал в Хмельницкий Я использовал палочку, чтобы ходить Я очень легко мог остаться дома в кровати И сказать, моя спина болит Я никуда не еду Но я четко знал, что я должен был приехать в Хмельницкий И даже многие домашние мои сказали Слушай, ну ты в таком состоянии вообще не можешь никуда ехать Ты должен остаться дома И ты будешь путешествовать по этим чудесным украинским дорогам со своей спиной Я ответил им, нет Я знаю, что Господь меня зовет туда Я должен там быть Я принял решение много-много лет назад Что я не позволю вот таким и подобным вещам остановить меня от того, что я чувствую, что Бог призывает меня делать Второе Тимофея, третья глава Стих 12 Посмотрим наш перевод Да, и все желающие жить благочестиво во Христе Иешуа будут гонимы Второе Тимофея, третья глава Мы должны с вами ожидать этих гонений Мы должны быть с вами готовы к ним Что не всегда нам все будет легко Да, нам всем бы хотелось, чтобы все давалось легко Но по факту я даже не хочу Почему? Потому что через все эти обстоятельства Я знаю, что я возрасту В моих отношениях с Богом как с Отцом Потому что тогда я вижу, что я не могу полагаться на самого себя Я нуждаюсь в Божьей помощи И в те моменты, когда я взываю к Нему Когда я говорю Ему, Господь, я нуждаюсь в Твоей помощи сейчас Если все идет легко Вы станете ленивыми Когда все хорошо вокруг Вам становится безразлично И вы не взываете к Богу Ключевой момент Полагаться на Мессию Он источник лучшего мира Который только можем иметь Я написал соблайн Но я не знаю, если вы знаете это слово Окей Соблайн Соблайн В нем можно найти не просто совершенный А возвышенный Самый-самый мир Который мы можем только иметь И это такой мир Такой шалом Который вы нигде просто Больше не сможете приобрести Иоанна 14 глава 27 стих Говорит нам Иоанна 14, 27 Шалом оставляю вам Шалом мой даю вам Не так, как мир дает Я даю вам Да не смущается сердце ваше И да не устрашается То, что мы будем принимать Это Его шалом И это совершенно будет Не тот образ Не тем путем Как мир дает нам Бог дает нам Потому что Он любит нас Не по чему-либо другому И в Иоанна 16 главе И перед тем, как мы перейдем К другому месту писания В конце этого стиха написано Да не смущается сердце ваше И да не устрашается Это слова Ишуа Это совет, который Он дает нам Это инструкцию, которую Он нам оставляет Полагаться на Него Ожидать, что Он даст нам шалом И тогда вам не придется Не смущаться Не бояться Помните, что я сказал в самом начале Я в самом начале учения Я говорила о том Что мы поднимем уровень Меры Во всех этих вещах В плод духа Которых мы разбираем Мы увеличим Например, в спорте Например, атлеты Есть прыжок с шестом Он на плече Тащит этот шест Бежит с ним И потом отталкивается И перепрыгивает планку И когда он перепрыгивает ее Если он достиг этого Они ее передвигают Чуть-чуть выше Совсем чуть-чуть То, что я буду пытаться делать Это поднять вашу планочку Чуть-чуть выше Может быть, вы до этого Уже достигли И перепрыгивали Но Бог хочет вас поставить Еще выше Он хочет, чтобы вы Пережили большее Хорошо? Я не хочу, чтобы вы Сидели удовлетворенно И радовались тому Что вы имеете На сегодняшний день Я хочу, чтобы вы Желали того Что Бог хочет Приготовить в вашей жизни И сейчас мы Двигаемся в Иоанна 16-ю главу Главу 33-й стих Иоанна 16-33 Сие сказал я вам Чтобы вы имели во мне Шалом В мире будете иметь скорбь Но мужайтесь Я победил мир Вот то, что говорит нам Писание Он оставил Нам инструкции в Слове Для того, чтобы мы с вами понимали Если мы будем слушаться Его Слово Если мы будем едины с Ним Тогда у нас будет этот шалом И мы знаем, что в мире мы будем сталкиваться со сложностями Со скорбями Со скорбями Но Он также Говорит нам после Будьте мужественны Будьте крепкими Не бойтесь Двигайтесь вперед Потому что Он Он уже победил мир Это нам надо хранить в своем разуме Не обстоятельства Которые нас окружают Не то, что кто-то говорит в нашей жизни Но то, что Слово Божье говорит Верить в это Стоять на этом Использовать это в своей жизни И вы будете победителями Он принц Шалома Исайя 9 глава 6 стих Говорится о Мессии Ибо младенец родился нам Сын дан нам Владычество на раменах его И нарекут ему Имя ему чудный советник Бог крепкий Отец Вечности Князь Мира Это говорится О мире Да, здесь продолжение идет Седьмой стих Читаем Умножению Владычества его И мира Нет предела На престоле Давида И в царстве его Чтобы ему утвердить его И укрепить его Судом и правдой Отныне и до века Ревность Господа Саваофаса делает это И здесь очень много Я могу говорить Бог дал во времена Давида Определенный вид мира Который Который был как часть Как часть шалома Но тот мир Но настоящий шалом Будет восстановлен Через Мессия Другими словами Он может направить Наши ноги На пути мира И это мы найдем В Луке Первой главе 79 стихе Просветить сидящих Во тьме И тени смертной Направить ноги Наши На путь Мира Он хочет направить нас На изучение На размышления Об этом мире И сейчас будет перерыв Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok